Друзья, всем привет! Сегодня не будет печальной статистики и трагических историй. Будет интересная и пикантная тема. Поговорим об удобствах для экипажей грозных самолетов, которые способны нести на борту ядерное оружие и держат весь мир в напряжении. Сегодня мой ролик о туалетах в самолетах дальней и стратегической авиации России и США. Как выглядят туалеты стратегов, вы узнаете из этого ролика. Итак, начнем с Ту-22М3 дальнего тактического бомбардировщика ракетоносца, носителя ядерного оружия, состоящего на вооружении ВВС России. Туалетом для всех четырех членов экипажа служат просто трубки с раструбом на конце для справления малой нужды. Для более крупных дел ничего не предусмотрено ввиду дефицита пространства. Да и 4-5 часов можно потерпеть. Во времена СССР в середине 80-х с одним полтавским полком 13-й тяжелой бомбардировочной дивизии произошла смешная на первый взгляд история, если бы она не была такой грустной. Полк участвовал в летно-тактических учениях в полном составе. После взлета и построения боевых порядков для следования по маршруту в экипажах началось серьезное беспокойство. У многих членов экипажей буквально сорвало дно. Вы понимаете, о чем я говорю? Летчиков злосчастных экипажей объединяло одно. Все они ели окрошку в летной столовой. Полк был выведен из строя и не смог продолжать выполнение полетного задания. В ходе выяснения причин инцидента рассматривалась даже версия диверсии. Но причина, как всегда, оказалась простой – недоброкачественные продукты. Руководство столовой потом уволили, их начальники получили взыскание, обстоятельства замяли, но история получила огласку в летных кругах. Потом в ВВС СССР еще долго ходили истории про обосравшийся полк. Ту-95 и Ту-142 способны держаться в воздухе более 10 часов. Перед полетом каждому члену экипажа выдается один писсуар – железная емкость типа термоса с герметичной крышкой объемом в один литр. Заполняется путем поднесения к соответствующему органу, обычно стоя. Устройство выглядит вот так. Для более серьезных дел в кабине предусмотрен резервуар с крышкой, отдаленно напоминающий унитаз, но внешне похожий на бочку. Устройство находится за креслом штурмана-оператора. На заднюю кабину выделяется горшок типа кастрюля с резиновой мембраной и герметичной крышкой. Как он выглядит, к сожалению, найти не удалось. Видимо, сильно засекреченный прибор. Если у кого-то есть его фото, присылайте, опубликую отдельно в разделе сообщества. Ту-160 оборудован самым технологичным туалетом. Внешне устройство не похоже на классический унитаз. Стульчак имеет откидную конструкцию с полиэтиленовым контейнером для фекалий, который после окончания процесса герметично запаивается, несмотря на предусмотренные удобства, летчики стараются не пользоваться этим туалетом в полете и предпочитают максимально облегчаться перед заданием. Вот люк закрывается и вот за ним находился, сейчас сняли его, сняли. Вот там за ним находился этот самый унитаз. Так что, по-большому реально не ходили? Никто в туалет не ходил даже по-большому. Дальний раз было принято как? Пришли перед полетом, я строю экипаж, даю последние указания. Все все поняли, все все поняли. За хвост самолета, хочешь ты туалет, не хочешь, садишься и делаешь дела. Там 5-10 минут ждем. То есть все из себя все выжимали. Вот. Я первый раз когда пошел, мне захотелось, так сказать, туалет по-маленькому, подошел сюда, значит, наступил на этот люк, а здесь вот двигатели еще ближе становятся. Шум двигателей слышно, под тобой 10200 метров высота полета. Шум такой, значит, я, значит, ну, знаю, умом знаю, что, значит, он не продается ничего. Ну, думаю, а черт его знает. Вот если я сейчас провалюсь с 10-3 без парашюта, блин, что-то как-то... Всякое желание сходить в туалет пропадает напрочь. Теперь, что из удобств есть на самолетах ВВС США? Честно говоря, я наивно полагал, что в Б-52 ситуация с удобствами лучше, чем его одноклассниках Ту-95 и Ту-142. Вроде и самолет выглядит большим, но внутри места не так уж и много. Удивительно, но факт, в Б-36 предшественнике Б-52 была целая каюта для отдыха и даже кухня. Имелись двухкомфорочная электроплита в задней гермокабине и туалет в виде бочки трона на возвышении. Попасть в зону комфорта можно было даже из передней гермокабины по специальному туннелю. В действительности удобства для экипажа Б-52 представлены в виде биотуалета. Летчики называют его «горшочек меда». Расположен на втором ярусе за местом штурмана-навигатора. На ранних версиях на первом ярусе перед входом в бомбовый отсек располагался писсуар. Сейчас его нет. Кухни на Б-52 как таковой нет. Предусмотрена маленькая микроволновка, разогреть в которой можно разве что бутерброд. Из воспоминаний пилота Б-52 у Орена Орда. «Этот самолет не был рассчитан на людей. Он был предназначен для бомб. Мы взлетели из Барксдейла, взяли курс на восток и вновь приземлились уже в Барксдейле, облетев вокруг всего земного шара. Продолжительность маршрута была 47 часов», вспоминает пилот. Разумеется, об удобствах говорить не приходилось. Здесь даже стоять выпрямившись нельзя. Только на лестнице, если вы хотите размять спину. Но если у вас хватает фантазии, вы можете повесить гамак. Кресло катапульта по своему комфорту напоминает бетонный бордюр. А что касается запаха, скажу вам честно, здесь не пахнет как в новеньком автомобиле. Вы залезаете сюда, вас окутывает жара и пот начинает катиться прямо на сиденье. Но потом, когда вы набираете высоту, температура резко понижается, а ваша одежда по-прежнему мокрая и вы стучите зубами от холода. Во всех Б-52, на которых я летал, стоял запах пота в перемешку с мочой и машинным маслом. Удобства для экипажа состоят из банки с крышкой, которая иногда подтекает. Если вам надо сходить по большому, то к вашим услугам небольшой химический туалет, который мы называем горшочек меда. Но тот, кто воспользуется ими, сгоняется навсегда. Во время того кругосветного полета мы поспорили, кто первый не выдержит, тот покупает пиво. Мы долетели до Алиутских островов, когда наш второй пилот весь покрылся потом и облегчился. По громкой связи раздался голос. У нас есть победитель. Согласно сообщению американской Military Times, в настоящее время ВВС США модифицирует туалеты всех стратегических бомбардировщиков. Основная причина заключается в том, что дизайн туалета открытого типа вызывает протест среди женщин-пилотов. Поскольку туалет имеет открытую конструкцию и не отвечает частной жизни женщин, из-за чего женщины-пилоты смущались им пользоваться при выполнении миссий. Согласно информации, опубликованной ВВС США, военные летчики требуют, чтобы для туалетов были разработаны специальные шторки. B-1B Lancer и B-2 Spirit также имеют на борту биотуалеты открытого типа и микроволновку конструкции, схожей с B-52. Вот такие дела, друзья. Как видим, на самолетах двух вероятных противников все далеко не так, как мы себе это представляли. Что в российских, что в американских стратегах туалеты открытого типа. Устройства далеки от совершенства и по уровню комфорта не похожи даже на туалеты гражданских самолетов. На этом все, друзья. Оставляйте свои комментарии, но будьте в них сдержаны. Соблюдайте правила интернет-сообщества и проявляйте взаимное уважение. Берегите себя на земле, на воде и в небе и будьте здоровы. Всем добра и до новых встреч на моем канале.